Украинские моряки вернулись домой. Пятеро членов экипажа сухогруза Арвин прибыли в одесский аэропорт в 9 утра. В Министерстве транспорта Турции рассказали, перед полетом моряков без протокола были взяты показания относительно обстоятельств происшествия. Отмечу среди спасенных украинских моряков два одессита. Ни один из спасенных не был членом профсоюза работников морского транспорта Украины, но пострадавшие могут претендовать на помощь, обратившись в организацию. Пока к нам никто не обращался. По нашим каналам у нас есть и морской информационный центр, на который обычно поступают подобные ургентные запросы и официальные каналы для связи профсоюза работников морского транспорта Украины. Но пока что к нам никто не обратился из родственников. И по нашей базе данных ни один из моряков, которые, ну так как их персональные данные были, скажем так, обнародованы. Мы проверили состыковку с нашей базой данных, ни один из моряков не является, не являлся членом профсоюза. К сожалению, у нас нет в настоящее время копии трудовых контрактов моряков. Мы не знаем, в данном случае было ли покрыто судно каким-либо коллективным договором. И поэтому утверждать или что-то конкретное сказать о том, какие выплаты полагаются в настоящее время семьям погибших моряков нельзя сказать, потому что нет никаких условий. Мы понимаем, что законодательство Палау не предусматривает каких-то конкретных цифр. Это законодательство государства флага судна, судна Арвин. Поэтому в случае, если такие документы будут нами получены, мы, конечно же, сможем оказать соответствующую помощь родственникам и самим морякам в случае, если они обратятся к нам за помощью. Напомню, берегов турецкой провинции Бартен затонул сухогруз Арвин, на борту которого находились 10 украинцев и 2 иностранца. Судно шло под флагом Палау и принадлежало одесской компании. Сухогруз затонул во время сильного шторма, направляясь из Грузии в болгарский Бургас с грузом Селитры. Шестерым морякам удалось спасти. Среди них 5 украинцев и 1 россиянин. Сейчас подтверждена гибель трех членов экипажа. Еще трое считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются до сих пор.